Игра A это моя рыба. Игра может быть как просто ходилкой, так и стратегией для детей постарше. В игре такое специфическое поле разбросалось. В игре такое оригинальное игровое поле. В игре нужно собрать тайлы. В центр поля помещается фигурка акулы. Она играет важную роль в данной игре. И расставляются на поле пингвины. Очень важный момент. Если в игре принимают участие два игрока, то выставляют по четыре пингвина. Если в игре принимают участие два игрока, они на поле выставляют по четыре пингвина. Обязательное условие ставить пингвинов на тайлы с одной рыбкой. То есть в какое место, не важно. Главное, чтобы они стояли на тайлах с одной рыбкой. Вот они таким образом расставляют пингвина. Если в игре принимают участие три игрока, то каждый игрок выставляет по три пингвина. Если в игре принимают участие четыре игрока, они выставляют только по два пингвина. Когда все пингвины расставлены, определяется очередность, то есть кто первый ходит, кто второй. И каждый игрок начинает игру своим пингвином. Очень важный момент. Пингвин может двигаться в любом направлении, на любое количество клеток, но соблюдая определенные правила. Пингвин может двигаться только прямо. То есть он не может поворачивать ни в какую сторону, только прямо. То есть он пошел прямо в этот ход, он пошел прямо в другой ход, то есть в разные стороны, неважно. И когда он передвигается на определенное количество клеточек, он забирает тайл с рыбкой, с которой он начинал движение. То есть в данном случае он стоит на тайле с одной рыбкой, он этот тайл забирает себе. Цель игры заключается в том, чтобы команда пингвинов моего игрока набрала наибольшее количество рыбы. Ну, когда каждый игрок походил, допустим, я походила красным игроком, забрала себе тайл. В следующем ходит игрок, другой игрок. То есть он перемещает рыбку своего пингвина тоже на какую-то рыбку. Цель игры заключается в том, чтобы набрать больше тайлов с рыбкой. То есть чтобы забрать более большой улов. В игру можно играть, допустим, с детьми более младшего возраста. Она будет как игра-ходилка, а с детьми постарше можно уже стратегически мыслить. И пингвины, допустим, вот они стоят рядышком, они могут отсечь себе большой кусок льдины. И уже собирать рыбу непосредственно с этого кусочка, чтобы не пускать противника в эту сторону. Когда каждый игрок походил своим пингвином, в ход вступает акула. Чтобы определить направление движения акулы и количество ходов, куда она будет двигаться, мы берем игральный кубик и кидаем его. В данном случае у нас выпало число 2 на кубике. Значит, акула двигается по направлению. У нас на игровом поле есть цифры 1, 2, 3, 4, 5, 6. Это указывает направление движения акулы. В данном случае она движется к циферке 2, и мы определяем количество ее шажков, скажем так. Выпало 6. Она двигается 1, 2, 3, 4. Дальше акула выходит за рамки игрового поля, то есть она обратно возвращается на серединку и остается здесь. Если по ходу движения акулы, допустим, если она движется в сторону 5, и она идет по пути, у нее попадаются 2 пингвина. Значит, каждый игрок за своего пингвина обязан отдать по одному тайлу. То есть по одному тайлу, неважно, тут будет одна рыбка, или две, или три. То есть это уже количество рыбы, которое будет указано на тайле, выбирает сам игрок. Он обязан их отдать в сброс. Так как у нас тут синий и красный, то каждый игрок обязан отдать по рыбке. Если же акула останавливается на рыбке, на тайле, где стоит пингвин, значит этот пингвин обязан отбежать в сторонку, вступить в место акули. И помимо этого, также он должен отдать еще один тайл с рыбкой. Я не понял, как еще раз в сторонке? Ну, допустим, акула движется, вот ей нужно идти в сторону 5, ей нужно продвинуться на 2 шага. То есть 1-2, тут стоит пингвин. Этот пингвин должен убежать от акулы. То есть он может переместиться на любую клеточку рядом. Главное, чтобы была свободная клеточка и чтобы была льдинка. Потому что если льдинки не будет, то вокруг, допустим, он стоит здесь, а тут больше льдинки нет. Значит, этот пингвин уже... Съеден. Ну да, то есть он как бы тонет, скажем так. И съеден, он тонет. Мягко говоря. Мягко говоря, да. Для детей младшего возраста он просто тонет. Он тонет, да. Для взрослых он кровожадный светит. Да, можно так. То есть он уже снимается с игрового поля. И этот пингвин уже больше не участвует в дальнейшей игре. В игре побеждает... А, еще очень важный момент, когда пингвин, допустим, вот пингвин стоит здесь, а вокруг него уже нет тайлов. То есть этот пингвин уже... То есть он уже не может никуда походить. Значит, этот пингвин выбывает из игры. То есть он забирает рыбку, на которой стоял, и выбивает из игры. Побеждает тот игрок, который наберет больше всего рыбы. Если количество рыб у всех игроков оказалось одинаковым, значит, считается количество тайлов. Если и тайлов оказывается одинаковое количество, значит, присуждается ничья. Если у нас получается ситуация, когда, допустим, акула... Акуле нужно идти в сторону 5, на количество ходов 3. А здесь у нас нет тайлов. Акула может подныривать. То есть, ну, как бы этот пропущенный островочек, он считается как бы... Прорубь, она тоже считается заход. То есть получается 1, 2, 3. Ну, в данном случае у нас здесь стоит пингвин. Пингвин уже не может никуда переместиться. Значит, он выбывает из игры. И игрок, кому принадлежит синий пингвин, обязан отдать один свой тайл. Потому что акула, ему как бы вместе, как к четверому, его и скушала. Вот. Что еще? Резюмируйте ваши впечатления. Игра. Что, знаете, подождите, еще. Знаете, что? Смотрите, вот когда акула стоит где-то посредине игрового, поля, как сориентироваться. Если акуле, допустим, нужно идти в сторону 3, куда идти? Понятно, куда. В углу каждого, ну, то есть, в углу есть такие вот подсказочки. То есть, вот она стоит акула, ей надо идти в 3, ну, 3. То есть, вот идет направление 3. Ну, то есть, каждое вот это будет, оно указывает направление движения акулы. Каждое вот это вот подсказочка в процессе игры, она подсказывает, куда двигаться акуле. То есть, если вдруг непонятно, допустим, 4, куда ей двигаться? Ну, в принципе, тут понятно 4. Если 6, то мы смотрим на подсказочку, она движется вот так. Если 1, естественно, прямо. Если 2, то она, получается, движется вот по стрелке. Игра спокойная, семейная игра, стратегия, можно просчитывать ходы, чтобы собрать более выгодный угол для своей команды.